В Красноярске стартует 7-й межрегиональный форум средств массовой информации НСРФ-2017. Большое, интересное, полезное, резонансное, даже поскольку, может быть, и о хайпе поговорим, мероприятие. И мы тоже обязательно, конечно же, там будем присутствовать о программе форума. Поговорим с Ириной Брежневой, она уже в гостях у нас в студии. Заместитель и руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края. Ирина, доброе утро. Доброе утро. Ну и, соответственно, вопрос о структуре мероприятия, конкретно деловая часть, из чего будет состоять. Форум состоит, по сути, из двух дней, то есть сегодня и завтра. Стартует он сегодня в 10 часов с расширенного пленарного заседания. Это будет такая некая дискуссионная площадка основных модераторов, федеральных и региональных, которые будут присутствовать на форуме. Модератором всего форума у нас будет Александр Гордон. Также примет участие Абов, это заместитель генерального директора российской газеты, Засурский, Прилепин и многие другие. Силантьева приехала, будут давать мастер-класс. Вообще, программа форума, она очень насыщена. С 10 часов до 6 вечера основная деловая часть сегодня. И завтра также у нас стартуют уже такие мастер-классовые площадки. Также с 10 утра и примерно до 4 часов вечера закончится деловая программа. Ну и в 7 часов начнется такое некое уже развлекательное мероприятие «Медиа-ночь». Она у нас, в отличие от форума, не седьмая, а всего лишь третья. Вот давайте про «Медиа-ночь» поподробнее, всем интересно. Да, начнется она у нас сегодня в 19 часов в галерее Енисея, это Дубровинского 1 и Атриума 2 этажа. Будет интересно, у нас есть, так же как и на медиа-форуме, есть специальные гости. Это Виктор Набутов. Он будет вести конкурс, в рамках «Медиа-ночь» будет вести конкурс профессионального мастерства телеведущих. То есть от нашего канала, от вашего канала, от общего нашего канала будет присутствовать там Ксения Самоцветова. От других телеканалов тоже будут достойнейшие ведущие. Это будет Мария Семенова с ГТРК, и Ольга будет с ТВК, и очень много других известных звезд. Можно прийти и поболеть за свою любимую ведущую. И Набутов, собственно, и Набутов будет вести этот конкурс. Вообще, саму развлекательную программу там будет несколько ведущих. Это Белов, и Ренат Каримолин, и Василий. Но именно вот этот конкурс, на который мы такой некий акцент делаем, потому что все-таки мы сейчас на телеканале, он будет небольшой, но достаточно такой интересный. Поэтому приходите. Спасибо большое. Мы правильно понимаем, что прийти туда могут люди, не только те, которые имеют непосредственное отношение к медиасреду, но только телевизионные журналисты. Да, конечно. Потому что в рамках «Медиа ночи» будет работать очень много площадок. Это площадка, то есть Набутов будет, вы знаете, студия телеканала «Инисей». Будет представлена группа радио. Это радио «Ретро-ФМ», «Шансон». У них будет своя небольшая студия, может быть, попробовать себя в роли ведущего. Телекомпания «Афонтова» будет оборудована, своя утренняя программа. Тоже очень интересная. Я знаю, они там заняли недавно первое место. На этом позитивном моменте они и будут акцентироваться. Александр Купцов выставит свою выездную фотостудию, даже сделает несколько мастер-классов по портретной фотографии, покажет, как делают портреты. Один из наших городских телеканалов, «Седьмой канал Красноярск», они сделают спортивную интерактивную площадку. Тоже можно будет прийти посмотреть. Это все будет живо, все будет динамично. Ни в коем случае это не будет в форме выставочного какого-то мероприятия. То есть в каждой площадке люди, которые туда придут, могут поучаствовать. А на первом этаже в самом кинотеатре будет отведен один из залов, где будет транслироваться и показываться на протяжении всего вечера именно 12 авторские фильмы, а последние полтора часа это будет такая хайповая реклама нон-стопом. К медиа в структуре есть возможность прикоснуться практически у каждого жителя города, который посетит медиа. У тебя же каждый совет может стать медиа, я больше тебе того скажу, поэтому мы уже практически не делимся на тех, кто официальными журналистами является. Конечно, и там в рамках медиа ночи еще будет работать фотоистовка, там будут очень интересные фотоработы, представлены известные красноярские фотографии. Ну что, коллеги и телезрители, давайте встречаться сегодня и завтра на медиафоруме, о котором нам подробно рассказала Ирина Брежнева, заместитель руководителя агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края. И с вами, значит, тоже не прощаемся и увидимся. Продолжение следует...